Сейчас на Байдане идет митинг, БЧБ митинг наших киевских белорусов, как наших, они все белорусы, все они граждане белорусы, но белорусы, которые волей судьбы и волей незаконного депутата Лукашенко оказались в Киеве, спасая свою жизнь, жизнь своей семьи, своих детей и так далее. И каждое воскресенье в 2 часа здесь в Киеве происходит вот такой вот митинг, митинг допоминания о том, что творится в Белоруссии, митинг допоминания украинским властям о том, что не стоит торговать с режимом Лукашенко, не стоит платить ему больше миллиарда долларов в год за товары, которые Украина там покупает. Почему? Потому что Лукашенко немедленно использует эти деньги против собственного народа, это раз, а второе, он же является путинским полуем и путинским союзником, и естественно, что в случае любой агрессии Путина против Украины, Лукашенко будет тут как тут на стороне Путина, он даже этого не скрывает. Каким образом можно торговать с таким режимом, например, мне вообще непонятно, тем не менее, что он торгует всякой гадостью, которую можно купить где угодно. Соответственно, я не вижу никаких преимуществ, если даже такой с прагматичной точки зрения, я не вижу абсолютно никаких преимуществ для Украины в покупке хоть чего-либо, хоть гвоздей даже, у незаконного самозванца. Таким образом, хотелось бы все-таки, чтобы Украина приняла более активное участие в бойкоте, в международном бойкоте, в международном игноре режима Лукашенко и уж точно не торговала с ним. Вот на этом сегодня, кстати, акцентировали свое внимание многие из тех, кто выступал здесь на митинге сегодня. А так, конечно, белорусы очень лояльны к Украине, они благодарны, они благодарны за то, что их тут приняли. И, конечно, не без проблем, понятно, что у украинцам у самих полно проблем, но тем не менее. Ну, а тут митинг продолжается. Надо сказать, что украинцы очень позитивно относятся к белорусам, особенно к тем, кто попал сюда сейчас, и особенно к тем, кто стал жертвой вот таких вот обстоятельств. И все-таки большинство украинцев желает белорусам того, чтобы эпоха правления Лукашенко завершилась, и они могли вернуться домой в свою свободную, экономически независимую и демократическую белорусу.